В преддверии Дня независимости Республики Беларусь и 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, представители Московской и Ленинской администрации поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Особые слова признательности и благодарности им, кузнецам победы, свободы и независимости. В Ленинском районе, к сожалению, с каждым днем становится все меньше ветеранов, все меньше лиц, пострадавших от последствий войны. Осталось уже 4 ветерана Великой Отечественной войны, 1 инвалид, 8 человек приравненных к этой категории. Сегодня мы продолжаем выполнять поручения президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко, вручаем юбилейные медали 80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Мы пригласили категорию, это наши узники, узники концентрационных лагерей, это узники тюрем. Всего их в районе 33. К сожалению, возраст не позволяет всем быть, но мы доедем до каждого. И, безусловно, вручим медаль, со словами благодарности за то, что они с нами, за то, что они восстанавливали страну в тяжелейший период. Наверное, самое главное за то, что они нашему молодому поколению могут говорить вот эту историческую правду, уж как война была на самом деле. Ту правду, которую пытаются исказить. Они знают, что такое война и тяжкие испытания. Они знают, что такое опыты на детях и что такое потерять всех, кто тебе дорог. Каждый из них испытал это на себе. Сейчас им далеко за 80, а то и за 90 лет. Но из памяти нахождение в тех концлагерях гетто свежо до сих пор. Я помню отдельные только эпизоды с гетто. Как мы выползали воду пить, когда дождь пройдет, то немецких солдат было сапоги не так, как наших солдат, а на каблуке. И вот там, где прошли, они там долго стояла вода. Мы выползали и пили эту воду с барака. Мы малые дети, в малом возрасте. В концлагерах, тюрьма, гетто, то, что мы пережили, не каждый взрослый мужчина смог бы вынести это. Потому что издевательство травили. Приносила немка, когда приезжала в Германию, приносила шоколады. И все бежали от шоколады, а потом дети ложились и умирали. Как можно об этом говорить, если полностью уничтожение людей было? Мало издевательства. Проводили экспериментальные опыты врачи. И у нас кровь не брали. Меня лично кровь не брали, мама говорила, потому что я была очень маленькой. Я дочь начальника заставы Тихона Илариона Григорьевича. Короче, я родилась 19 дней до войны. Все было хорошо. Отец поступил в академию, должен быть уезжать в Москву. Все мне предполагала хорошую жизнь. А тут на все испортилась война. Дрожала земля. Мне было 19 дней. Брат вообще ходил с гранатой по заставе. Немцы были фашисты. И были немцы. И он забрал у него гранату. А когда женщины из деревни пришли, коровы в сарае пораскрывались, прибежали на заставу. Короче говоря, немец подошел и говорит, заберите этих детей. Они пропадут. Мама была раненая. Короче, ее увезли потом в высокую больницу. А мы в деревню. Нас забрали, меня крестили. Я всю жизнь там прожила. Погибла вся застава до единого. Как они могли не погибнуть, если у них ничего не было? Техника у немцев была. Они стелили дороги, где болото. Они настолько были приспособлены, готовы к этой войне. А наши пограничники, велосипед был у отца и лошадь, больше ничего. Как они могли? Они все до единого погибли. Суджено было мне жить. И все препятствия в жизни, которые и онкология была, и много чего в жизни. Как и у каждого человека. Все пережито. Все прошло через мою жизнь. Голодное детство. Сегодня так важно успеть сказать спасибо, уделить внимание людям Великой эпохи, благодаря которым мы живем в мирное время. Представители Московской администрации каждому ветерану Великой Отечественной войны уделяют особое внимание. К сожалению, их осталось не так много, а порядка 90. Однако пока живы они, жива память, которую нужно беречь. У нас в Московском районе сегодня числятся 90 ветеранов Великой Отечественной войны и пострадавших лиц. И 11 человек – это непосредственно участники боевых действий. Поэтому мы как раз-таки в преддверии поздравляем, вручаем соответствующие подарки. Ну и самое главное – это действительно прикоснуться еще раз к этим людям, которые являются живыми свидетелями того ужаса войны, которые непосредственно сами прошли через эту боль у нас каждому ветерану. Это индивидуальный подход, и каждый ветеран – это личность, у которой свой жизненный путь. Но необходимо сказать, что неизгладимое впечатление, конечно, оставила война. Но они не утратили жизненную искру. То есть они выполняют очень ответственную социальную нагрузку. То есть они работают с нашей молодежью. И очень важно, вот эти традиционные моменты, чтобы они чувствовали нашу любовь и заботу, и понимали, что они не забыты. Через многое пришлось пройти Дмитрию Ивановичу Моматюку на своем веку. Кажется, что каждая веха истории отражалась и в его жизни. Рабство в Германии, куда был насильственно вывезен в 1943 году, и служба в действующей армии в период боевых действий 1945 года, работа на главных послевоенных стройках Сибири и Дальнего Востока. А сегодня Дмитрий Моматюк благодарит за внимание, заботу, счастливую жизнь свою жену, с которой в любви и верности они живут вот уже 72 года. Так, видно, нам повезло. Вместе учились, вместе учили детей. Мы же тоже нархоз кончили, уже дети 10 класс окончали. Он вообще в Москве учился. Слава Богу, как-то нам везло. А расскажите немножечко о своем супруге. Вообще, какой он человек? Он очень добрый, нежадный. Он все следил, чтобы дети читали, учились. Очень хотел, чтобы они имели образование. Хотя ему в жизни не пришлось, он поздно очень. Ну, первый поступил и меня втянул, потому что я перед этим только техникум умела. В доме Седовласова героя Сергея Акимовича Пастерника также было многолюдно. Оптимистичный, жизнерадостный ветеран Великой Отечественной войны рассказал гостям о своей жизни. Вспомнил и годы войны, и трудовой путь. Сергей Акимович в 1943 году служил под Шауляем на самолетах санитарной авиации. После – в Прибалтике на аэродроме техникам. Участвовал во взятии Кёнигсберга. Там призвали, вот, это, вы, наверное, помните, знаете, город Джамбул. Вот, туда в авиацию меня взяли. А сколько лет вам было, когда вас взяли? У меня еще даже полных 17 не было. 17 еще не исполнилось, меня уже призвали. И сразу у меня Новосибирск, из Новосибирска у меня в Джамбул, в авиацию, понимаешь, вот. И у меня образование было 5 классов, оно больше не было, вот. И так было, строй, кто имеет 5 классов образования, выйти со строя. Ну, мы вышли, и нас, пяти классиков всех в авиацию, в Джамбул. В Джамбуле нас, это, ну, прошло обучение, курсы, понимаете, все это. И нас направили в город Киев для повышения квалификации. И мы, как это, не, все налетают, мы, самолеты, понимаешь, свои, сразу в лес, в укрытие. И он, как налетел, как начал строчить. А я вот, как держали, сразу, и у меня в руку, и сюда. Вот вы тогда уже поняли, вот, в 17 лет, когда у вас были первые ранения, что началась война, и вообще, вот, что вы чувствовали внутри? Ой, внутри, ну, как сейчас, конечно, выразить того? Не выразишь, конечно, уже сколько лет прошло, больше много. Посетив ветеранов, гости к каждому выразили слова благодарности и уважения, отметив их героический вклад в защиту страны во время Великой Отечественной войны. Они подчеркнули важное сохранение памяти о подвиге ветеранов и передаче их опыта и ценных уроков молодым поколениям. Помогите, это и возьмите.